В Новом Уренгое состоялся чемпионат городов севера по картингу. Трасса расположилась за дворцом спорта «Звездный». За звание сильнейших в своих классах боролись около 20 человек. Среди тех, кому покорилась трасса, есть и девушки. Слово Владиславу Сельнинову. Снежная пелена заволокла обзор, уши заложила от рёва мотора, машина скользит по трассе, пилоты за рулём карта устремляются в белоснежную даль. За их виражами внимательно следят строгие судьи. Мария Еворская уже 8 лет занимается неженским видом спорта. Перед самым стартом проверяет свой болид. Говорит, что машина надёжная, девушка может положиться на свою боевую подругу, поскольку та не один раз доставила Марию к награде у спортсменки в копилке 27 первых мест. Мне нравится скорость, ездить мне нравится, обгонять соперничество у нас здесь. Мне всё нравится. Понимаю, неженский спорт. Никто бы не мог подумать, что девочка будет ездить, занимать первые места. Но так уж и сложилась судьба. Свои награды не считает Иван Завьялов. Он приехал в Новый Уренго из Югры специально для того, чтобы обкатать новую трассу. Рассказывает, что занимается картингом настолько давно, что знает почти всех пилотов из разных городов Севера по именам. Для меня картинг стал уже как образом жизни, как хобби. И поэтому стараемся везде всегда ездить по возможности. И как бы с детства, что этим занимаюсь, без этого уже никак. Чемпионат собрал несколько десятков спортсменов из разных городов России. И начинающие гонщики, и уже звёзды, сразились за звание сильнейшего, которое зачастую очень близко граничит со званием удачливого. Каждый год таких становится больше. В России больше, конечно, развит летний картинг, где проводятся чемпионаты России по летнему картингу. Зимний карт как-то в стороне немножко. Но у нас нет выбора, у нас 9 месяцев зима, поэтому мы больше любим зимний картинг. Картинг – автомобильный вид спорта в Новом Уренгое. Он очень популярен. У воспитанников местного клуба есть достижения на уровне федерального округа. Владислав Сельнинов, Николай Александров, Служба новостей. Импульс.